А что же тогда такое ритм? Метер один, скажем. Четырестопный ям. Правда? А ритм внутри этого четырестопного ямпа почему-то разный. Почему он разный? Понял? Потому что кроме постоянных этих членений есть какие-то еще и переменные. Правда? А переменные это как раз члены наших родителей. И ритм создается отношением вот этих переменных к постоянным. Понятно, что значит? Отношение переменных к постоянным. Именно поэтому для нас строчка «Пора, пора, врага трубят» и строчка «Изволила Елисавет» Это один и тот же размер. И то, и другое это варианты Нашего метра четырехсотного яма. И вот на самом деле из этого и складывается конец «Азмир» с цикл «Порядей». Мы в прошлый раз говорили о Михаил Васильевиче Ломоносове. Две соседние строчки. Великий метр в высоком произносении нам дал блаженство. Строчка какого размера сходу может связаться как? Любимый наш размер и любимый размер у нас. Итак, метр ям. Размер четырехсотных ям. Правда? Размер четырехсотных ям. Великий Петр нам дал блаженство. Прекрасная полноударная строчка. В каждой стопе нормальная стопа яма. Понятно, почему так Ломоносов пишет о Петре. Петр всегда для него герой. Преобразователь России. Во многом вот этому облику величия Петра Первого мы обязаны Ломоносову. В том числе, конечно, величию этого облика в нашем сознании. А следующая строчка льстит его дочери. Что же нам дала Елисавета? Совершенство. А вы Елисавета написали Елисавета. Потому что так сама Елисавета ровно любила о себе. А? Итак, Великий Петр нам дал блаженство. Елисавета совершенство. Вопрос, почему это тот же самый четырех строчек тела? Хотя выглядит строчка вот так. А потому что тут еще есть и перихи. Тут есть перихи и не один, правда? Да, значит два. Два нормальных ямба и два перихи. То есть пропус у нас на первой стопе. Вот он. С пунктиром могу достроить нужное удаление. И перихи еще на третью стопу, правда? Там тоже это можно достроить. Но и тот, и другой перихи. Это вариант нашего прекрасного ямба. Ямба. Если мы возьмем остальные взвестия с лишним строчек этой коды, мы найдем добрые строчки, в том числе с пропущенными ударениями. Это нас не смутит. Мы все равно определим размер, размер замеси, как четырехстопные ямы. И так, когда вам говорят, определите размер стихотворения. Ваш ответ – это указание стопы, села бутоники, да, ямба. И указание, я бы сказал, стопности. То есть количество стоп в строке. В прошлый раз мы определяли некоторые замечательные размеры. С чем-то мы договорились здесь. Что-то еще обсудить не успели. Но, тем не менее, когда вам говорят о размере, размере створения. Имеете, пожалуйста, в виду, что речь идет именно о метре плюс стопность.